Участники Совета прибывают на заседание. С первых минут атмосфера дружбы и взаимопонимания. Впрочем, укрепление взаимного доверия и добрососедства – одна из ключевых целей создания ШОС. Изначальной задачей объединения было обеспечение стабильности вдоль границы Китая и бывших советских республик – России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня палитра взаимных интересов намного шире. Вдвое выросло и число участников организации. Во время нынешней встречи обсуждали перспективы и меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в новых условиях. Участие представителей всех членов ШОС в этом мероприятии свидетельствует о крепости связи между нашими странами. Ожидаем, что этот саммит поспособствует социально-экономическому развитию стран-участниц, а также продвижению мира и стабильности в регионе. Сегодня между государствами ШОС полное взаимопонимание, в отличие от многих других международных площадок. Теперь ее уже называют «крепкой десяткой». Напомню, летом этого года Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. В этот раз впервые говорим с трибуны как полноправные участники организации. Искренне благодарим каждую из стран за помощь и поддержку, оказанную в ходе нашего вступления в ШОС. Беларусь сделала осознанный выбор в пользу членства в организации, обладающей созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия и взаимной выгоды государств, которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию. Безусловно, вступление в ШОС принесло пользу Беларуси. Это возможность участвовать в дипломатических мероприятиях наравне с крупнейшими мировыми игроками. А значит, возможность влиять на ключевые решения в глобальной повестке. То есть мы в эпицентре международной жизни и с еще более высоким статусом, подкрепленным статусом ШОС. Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Позвольте заверить вас, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Вы абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть, что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя в ШОС. Устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества. ШОС заинтересована в том числе в реанимации международной архитектуры безопасности. Александр Лукашенко тогда же напомнил про хартию многополярности. И с этой точки зрения ШОС также выигрывает отступление нашей страны в организацию. Мы, пожалуй, больше остальных заинтересованы в мире. У наших границ ведутся боевые действия. Погибают не чужие нам украинцы. Мы же в Минске уже этой осенью проведем очередную конференцию по евразийской безопасности. Так Беларусь, мост ШОС в Европу. Возможность приобщить к разговору по всем насущным вопросам европейские страны. Беларусь – это страна с высокопроизводительным сельским хозяйством, развитыми аграрной наукой, сельхожмашиностроением, пищевой промышленностью. Один из ведущих мировых производителей удобрений. Все это создает предпосылки для успешного взаимодействия в сфере продовольственной безопасности. У нас есть хорошие опыты и компетенции в IT-сфере. Серьезные наработки в области науки, промышленности, энергетики. Я уверен, что использование этого потенциала на направлениях, выше мной обозначенных, даст хорошую синергию. И это не весь список возможных направлений эффективного взаимодействия. Мы принимаем участие в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». Важное для нас поднаправление – логистика на пространстве ШОС. Предлагаем продвигать тематику транспортной взаимосвязанности. Необходимо развивать новые схемы и маршруты, а также создавать транспортные коридоры, избегая излишних барьеров. Глава белорусского правительства предложил сконцентрировать усилия и потенциал ШОС в нескольких направлениях. Это создание Банка развития и Фонда развития ШОС, сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии, а также развитие общего транспортно-логистического пространства организации. Хотел бы еще раз привлечь ваше внимание к инициативе президента Беларуси о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности XXI века. Основная цель – это общее понимание контуров евразийской безопасности, основанной на принципах справедливости, равноправия и неделимости безопасности. Конечно же, речь не идет о создании некого антината или подмене роли ООН, о том, что в конечном итоге все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности, строительства общего будущего, должны приниматься с учетом мнения глобального большинства, а не узкого клуба западных государств. Перед государствами объединения стоит и задача достижения технологического суверенитета. Важно использовать возможности всех стран-участниц ШОС для наращивания промышленной кооперации. Настрой на совместное движение у нас есть, что подтвердили итоги мероприятий на полях международной выставки «Инопром», которая проходила в июле в Екатеринбурге, в России. Их с организаторами выступили секретариат и деловой совет ШОС. Мы прорабатываем вопросы о проведении серии круглых столов по реализации национальных промышленных политик, применении электронных платформ, производственных новаций, а также новых материалов и стандартизации в сфере IT-решений, рассчитывая на участие здесь всех партнеров. Страны ШОС поддержали углубление связи в информационной безопасности. Это возможность создания механизма трансграничного обмена данными с учетом национальных законодательств. Также участники объединения выступили против односторонних санкций и ограничений. Ведь это несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и экономические отношения. По итогам заседания стороны подписали совместное коммунике, а также решение Совета главправительств. Скрепили подписями и ряд других важных документов. В будущем году премьер-министры стран ШОС встретятся уже в России. Глеб Прокофьев, Полина Королева, Ильяна Оскевич, СТВ из Пакистана.